здравствуйте дорогие друзья через две недели новый год и люди все больше и больше задают вопросов по поводу скажем так отношения к спиртным напитком во время праздников и возможного совмещения или не совмещения нашей замечательной продукции с алкогольными напитками давайте сразу определимся по нескольким позициям первое как врач нарколог моя вторая специальность первая специальность терапевт вторая нарколог да то есть я более 10 лет отработала нарколога так вот как врач нарколог я вам скажу что избыточное употребление спиртных напитков не важно принимаете вы какие-то препараты натуропатические гомеопатические лекарственные избыточное употребление спиртных напитков вредно всегда и особенно если вы принимаете лекарственные препараты лекарственные препараты то а во взаимодействии с лекарственными препаратами спиртное может дать самые непредсказуемые реакции поэтому я отрицательно отношусь к чрезмерному употреблению спиртных напитков и не только как специалист до в этой области но и как просто человек я не отрицаю я не отрицаю спиртное ну это вот к сожалению не к сожалению это реальность которая есть да то есть традиции в социуме они определяют то что там любой праздник он сопровождается употреблением спиртных напитков вопрос каких какого качества и в каком количестве то есть если человек выпил там бокал сухого вина там пару бокалов сухого вина это и он это там выпил там раз в неделю раз две недели раз в месяц это адекватное употребление спиртного и собственно говоря может быть даже в пользу если вино хорошее но если человек принимал употреблять спиртное каждый день и это извините там бутылка вина или там бутылка водки то естественно мы можем говорить о зависимости и о вреде для организма то есть здесь понятно да надо всегда рассматривать насколько какой объем как часто и так далее но для этого у нас есть отдельная лекция кстати это лекция есть в записи и можно послушать и посмотреть я там кстати рассказываю как снимать и негативные последствия избыточного употребления спиртного как выходить из спасет похмельного синдрома как выходить из запоя там рассказывают вот мы сегодня давайте поговорим о том что грядущие новогодние праздники но это как всегда дал во всем мире только россия гуляет там две недели до начиная там с 31 декабря декабря и заканчивая 15 января старым новым годом да то есть 14 все старый новый год проводили там с тринадцатого на 14 и все два дня потом отходят и только потом начинают там знаете как всматриваться в окружающий мир и вот что самое страшное вот в этих праздниках но первое да это их длительность когда это постоянная еда 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 до большом количестве причем это продукты питания которые зачастую несовместимы между собой абсолютно то есть абсолютно да почему смотрите мясо и картофельное пюре кстати это несовместимые вещи мясо совместима с овощами но у нас же вы понимаете что такой праздничный стол да это салат один другой третий да это еще там селедочка это еще там мяско такое как там котлетка еще что-то плюс это все там под пюрешечку да плюс еще еще это 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 а в конце торт то есть это такая скажем так адская смесь которая способна даже здоровый организм выбить из колеи а уж если у человека есть какие-то проблемы с желудочно-тишечным трактом сейчас мы на желудочно-тишечном тракте остановимся да то есть если у человека есть какие-то проблемы с желудочно-тишечным трактом то вот такое застолье она может нанести удар очень существенный и мы это видим а то есть все врачи все скорая помощь а приемные покой да сам пропускники которые принимают пациентов а все знают что первое второе третье это просто в разы возросший поток пациентов поступающих на скорой помощи с обострением гастрита язвенной болезни панкреатита холецистита причем в тяжелых формах почему потому что первое употребление спиртного второе вот эта пища обилие разнообразной пищи несовместимые друг с другом эта пища требует выработки организмом самых разных пищеварительных ферментов и организм не справляется и захлебывается то есть вот здесь мы с вами должны понимать что по крайней мере коль скоро есть такие традиции да там в семье в обществе там вы пойдете в гости к вам придут гости вы должны себя по максимуму защитить от возможных последствий вот такого празднования нового года потому что ну вот такие столы это не новость да наверное для многих поэтому друзья мои мы сейчас об этом с вами поговорим как раз что мы должны сделать да для того чтобы предохранить себя вот проблем желудочно-кишечным трактом то есть вот праздники эти это удар по печени это удар по поджелудочной железе это удар по желудку это удар по тонкому кишечнику где происходят основные процессы пищеварения включением да то есть когда желчный пузырь выделяет желчь поджелудочная железа вырабатывает протеолитические ферменты и это все вбрасывается в тонкий кишечник и именно там осуществляется основные процессы пищеварения толстый кишечник это так это ну просто уже остаточное формирование каловых масс и всасывание воды это его функции основное пищеварение происходит на самом деле в тонком кишечнике с привлечением желчного пузыря поджелудочной железы то есть это именно там и мы с вами будем говорить что делать с этим да и плюс сегодня мы еще поговорим о чем я раньше как-то вот не останавливалась на этом но сегодня я подумала что об этом стоит проговорить это опять же возвращаясь к спиртным напиткам избыточное употребление спиртного дает такие состояния ну как бы у людей у которых есть алкогольная зависимость это похмелье а есть еще такой термин в наркологии называется состояние опоя или же алкогольная интоксикация то есть большое количество спиртного употребленное человеком даже не страдающим алкоголизмом на следующий день вызывает симптомы сходные с похмельем только разница между похмельем и вот алкогольной интоксикации такой да это то что похмелье негативные ощущения снимаются приемом спиртного а в состоянии опоя и алкогольной интоксикации как говорят это не лечится спиртным а наоборот прием спиртного вызывает усугубление состояния тошноту рвота то есть человек не может вот то есть это разные вещи но это тоже интоксикация это очень серьезная нагрузка на организм и очень большая нагрузка ложится на сосудистую систему сердечно-сосудистую систему то есть идет целый комплекс вегетативных нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы таких как и плюс парасимпатической нервной системы да то есть когда у человека головная боль потливость до тошнота сердцебиение повышенное артериальное давление одышка особенно если это человек в возрасте то есть вот избыточное употребление спиртного она может дать еще такие вещи или когда человек смешал спиртное такое тоже бывает то есть об этом мы тоже поговорим что нужно иметь в руках для того чтобы вот эти вещи тоже предотвратить окей договорились то есть что мы с вами должны понимать что картинка еще у меня красиво говорящая картинка до эксклюзив вот так часто случается в этой жизни ну ладно мы с вами должны понимать что первое мы с вами должны а превентивно то есть предварительно да что такое превентивная медицина эта медицина предохранительную то есть мы должны прям и превентивно с вами уменьшить вот этот удар а токсически спиртных напитков и удар по желудочно-кишечному тракту неправильного вот этого объема питания что чем мы это можем обеспечить конечно же сорбентами вот у нас есть замечательный сорбент альгинат кальция то есть альгинат кальция это соль альгиновой кислоты зачем интересна альгиновая кислота одна частица альгиновой кислоты впитывает в себя 300 частиц воды то есть это вещество которое способно разбухать и впитывать в себя достаточно большой объем различного рода вредных веществ то есть вот я очень люблю сорбенты сама по себе люблю а вот почему потому что вот я не на один праздник не на одну там какую-то встречу такую которую я знаю что там придется употреблять спиртное и соответственно закусывать потому что я закусываю есть люди которые не закусывают я закусываю а вы понимаете да спиртное это всегда много закуски поэтому поэтому что я делаю я всегда беру с собой альгинат кальция я всегда беру с собой гепа панкреавит я всегда беру с собой пластырь на стопы если вы страдаете я просто этим не страдаю у меня ну как бы с выработкой там желудочного сока пищеварительных ферментов все нормально вот но вообще вот у нас сейчас пришел замечательный препарат называется он антипаразит экстра и очень многие скажут а при чем тут вообще антипаразит да вот к застолью объясняю друзья мои состав антипаразит экстра входят от травы которые обладают свойством потенцировать то есть увеличивать выработку пищеварительных ферментов это горечи то есть это пижма это осина да это те травы которые за счет того что содержит горечи они стимулируют выработку пищеварительных ферментов то здесь в данном случае для нас антипаразит экстра не как антипаразитарное средство а как средство которое поможет до вашему желудочно-чишечному тракту выработать ну скажем так больше ферментов и справиться с вот этим изобилием пищи то что мы делаем давайте сразу вот так по схеме что мы делаем а где-то за часок до того как сесть за стол мы выпиваем две капсулы альгината кальция как сорбент запиваем большим большим стаканом воды можно даже двумя бери сколько влезет дать для чего для того чтобы разбух желудочно-кишечном тракте и смог в себя впитать токсины и вредные вещества которые поступают с пищей и которые поступают со спиртным поэтому поэтому альгинат кальция принимаем где-то за час до еды где-то за полчаса до еды принимаем пару капсул чего правильно антипаразита то есть для того чтобы стимулировать выработку пищеварительных ферментов так выпали это дело приняли сели за стул кушаем где-то часика через два выпива принимаем две капсулы гепа панкреовита он принимается во время еды и это вот как раз будет защита и вашей печени и вашего желчного пузыря и вашей поджелудочной железы ну поскольку застолье новогоднее достаточно длительное да то есть мы там за час выпили альгинат за полчаса выпили антипаразит через два часа выпили гепа панкреовит и друзья мои где-то через два часа после гепа панкреовита если это застолье длительное опять выпиваем две капсулы альгината кальция вот такие разовые приемы в таком объеме это нормально не переживайте то есть я сама при моем адекватном весе 60 с небольшим килограмм я альгинат пью там могу пить даже каждые два часа да он чем хорош он не выводит полезные вещества он связывает и выводит только вредные вещества чем мне еще он нравится это называется умный сорбент да знаете какие вещи умный сорбент который выводит только вредные вещества вот а то есть альгинат можно принимать вот в течение там вечера да допустим там две капсулы там если вы примете каждые два часа там трижды допустим нормально все будет так будьте готовы к тому да что его надо запивать во первых достаточно большим объемом воды и к тому что на следующее утро у вас возможно будет обильный стул может быть неоднократный вот так работает сорбент самое главное чтобы вы воду пили но обычно пьют и спиртной а пьют там чай то есть жидкости обычно в общем-то в принципе достаточно то есть еще раз за час 1 от кольца за полчаса антипаразит через 2 часа гепапанкреа вид во времене еды еще через два часа или даже через час опять рмгин от кальция то есть вы так можете чередовать там зависимости от того сколько времени у вас займёт застолье вы можете чередовать эти препараты понимаете вы настолько Только уменьшите токсичную нагрузку на организм и нагрузку вообще на желудочно-кишечный травм, что ваш организм будет вам очень благодарен. Дальше, отгуляли, все хорошо, все отгуляли. Надо что делать? Детоксицировать в том числе кровь. Пластырь на стопы, все отгуляли, душик приняли, косметику смыли, ножки помыли, пластырь на стопы поставили на чистые сухие ножки, одели носочки и легли спать. На ночь можно еще альбомета выпить или же гепапанкреолита. Там в зависимости от того, как давно выпили то или другое. То есть понятно, да? Это у нас детоксикация и разгрузка желудочно-кишечного тракта. Теперь смотрите. Да, кстати, будут пить люди кофе и чай. А, витасилхром, товарищи мои дорогие, это нам для чего? Потому что очень много диабетиков, которые тоже грешат нарушением диеты. Помогите своей поджелудочной железе еще препаратом, который содержит хром, потому что он улучшает усвоение глюкозы клеткой. Конечно, это не инсулины. Конечно, вы должны принимать свои противодиабетические препараты, особенно в праздники, жестко это контролировать. Но витасилхром очень достойная вещь, я ее вообще всем диабетикам очень и очень сильно советую. Причем на постоянный прием, потому что на самом деле витасилхром – это, в общем-то, полноценное питание. То есть это препарат, который содержит все аминочислоты, которые нужны организму, массу микроэлементов. И плюс он обогащен хромом, как микроэлементом, который способствует усвоению глюкозы клетками. Он на длительный прием. Далее. Садимся пить кофе. Ну уже, слушайте, ну ладно, может быть, вы будете варить кофе, конечно, в Турке. Это хоть более-менее адекватный кофе. Но вообще вот у нас есть великолепный кофе с ганодермой. Ганодерма – это еще защита тоже печени, защита сердца, нормализация работы нервной системы. Этот кофе не повышает артериальное давление. Так что весьма и весьма советую. Конечно, у него есть оттенок вкуса ганодермы. То есть не все, часть людей говорит, нет, нам не нравится кофе, у него есть привкус. Да, привкус ганодермы, он имеет место быть, и от этого никуда не денешься. Но это полезный кофе, который тоже поможет вашему организму справиться с вот этими нагрузками. Ну и теперь давайте вот к сердечно-сосудистой системе. Если человек гипертоник, дистоник, то есть у человека ведется сосудистая дистония, то, естественно, у нас есть такой шикарный препарат, как консинь, и у нас есть шикарные пластыри для нормализации артериального давления. Причем они реально работают, замечательно работают, действительно. И тот, и другой препарат работают шикарно. И консинь, и пластыри от давления, и советую, если еще были проблемы с мозговым кровообращением, ну эликсир Норберта, понятно, да, это просто, это элитная вещь, абсолютно элитная. Это для людей, которые любят себя, ценят себя, понимают, что наш с вами интеллект, мозг как центр управления полетами, это самый важный для нас с вами орган. Но это, я говорю, для людей, которые понимают, разбираются, уважают себя, свое здоровье. Конечно, эликсир Норберта – это великолепная вещь, особенно если были проблемы с мозгом, с кровообращением мозга, если были какие-то динамические нарушения мозгового кровообращения, если инсульты в анамнезе. Ну продукт Норберта элитный, конечно, да, там вопрос ценовой, но есть вид интеллект. То есть я всегда советую людям, у которых проблемы с сосудами, у которых проблемы с артериальным давлением, это, конечно же, консинь, это пластырь, вот чем хорош, его не надо вообще связывать с едой. Вы собираетесь сесть за стол, вы садитесь, ради бога, на пупок приклеили пластырь для нормализации давления, и, собственно говоря, он вас защищает, понимаете, да? Вот, консинь, консинь, пожалуйста, то же самое, через часа-два после еды, ну то есть уже отсидели, уже отгуляли, да, выпейте на ночь консинь, если вы склонны к повышению артериального давления, если у вас сосуды хрупкие, ломкие, если у вас сосуды имеют склонность спазмироваться, пожалуйста, выпейте консинь, он еще обладает успокаивающим действием на нервную систему, он чистит кровь, то есть в сочетании, вот вы ложитесь спать, да, вот консинь, не выпейте капсулку и стопные пластыри поставьте. Можете выпить ВИТ-Интеллект, кстати, сразу после того, как закончится застолье, то есть он принимается, собственно говоря, во время еды. То есть вот таким вот образом, друзья мои, вот я на вот этой сердечно-сосудистой теме все-таки хотела остановиться и отвечая на вопросы, а можно ли спиртное с нашими препаратами? Друзья, к счастью, наши препараты натуральные, безопасные, не имеющие побочных действий, они относятся вообще на самом деле к категории фитотерапии, хотя имеют, скажем так, громкое и гордое название БАДы, но я вам сразу скажу, просто проще получить пакет документов, да, когда ты это сертифицируешь как БАД, как там, как пищевая добавка к пище, потому что если идти путем сертификации как лекарственного препарата, фармконцерны тебя и не пропустят. То есть я вам сразу скажу, вот этих замечательных препаратов вообще бы не было у нас с вами в руках, если бы это все декларировалось и шло как лекарственные препараты, хотя все они обладают выраженным оздоровительным действием. То есть все эти препараты сочетаются с алкогольными напитками, хотя еще раз повторюсь, что избыток алкоголя всегда вреден. Но, знаете, да, что есть спиртовые настойки трав, которые люди принимают. Есть? Есть. Ничего не случается? Ничего, даже наоборот. Спирт вот как растворитель, он как дает вытяжку, да, то есть настаиваются травы, и спирт забирает в себя активные действующие вещества. То есть травы как раз, травы настаивать на спирту можно, и наши продукты все абсолютно сочетаются, то есть они не дают побочных эффектов при сочетании со спиртным. Я считаю, что это тоже очень важно. Просто помните о том, что много спиртного не есть хорошо всегда. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотела сказать по этому поводу. Вот. Все, что я вам хотела сказать по этому поводу. И, собственно говоря, я надеюсь, что я прояснила ситуацию. Если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Какие есть вопросы, друзья мои? Или все понятно-понятно? Я очень надеюсь, что вот такого и вот такого в семьях тех людей, которые пользуются нашей замечательной продукцией, не будет. А будет адекватное отношение как к еде, так и к алкогольным напиткам. И я очень надеюсь, что вот такого и вот такого тоже не будет. Потому что это действительно очень серьезный удар по здоровью, друзья мои. Очень серьезный удар по здоровью. Поэтому, пожалуйста, перед Новым годом запаситесь нашими замечательными препаратами. Да, вот такое тоже бывает. Рафинированные продукты. И всякий человек имеет, к сожалению, свойство употреблять пищу вредную. Вот, кстати, вот полезная пища. Видите, овощи и фрукты. И, пожалуйста, запаситесь нашими замечательными препаратами. Это альгинат кальция. Это антипаразит, как препарат, который стимулирует выработку пищеварительных ферментов. Это гепопанкреавит. Это защита вашей печени и поджелудочной железы и улучшение их функции. Это пластырь на стопы, это вывод токсинов и детоксикация, в том числе снятие алкогольной нагрузки. Это витасилхром, то есть помощь нашим клеткам для усвоения глюкозы. Кстати, знаете, что спиртное – это огромное повышение уровня сахара в крови. Знаете почему? Потому что алкоголь способствует расщеплению глюкогена в печени и выбросу глюкозы в кровь. Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом категорически противопоказаны спиртные напитки. Но, тем не менее, люди направо и налево нарушают этот закон и это правило, вредя себе. То есть, друзья, витасилхром и для здоровых людей, для пациентов с сахарным диабетом наш замечательный кофе, который тоже поддержит вашу печень, нервную систему в новогодние праздники. Для тех, у кого проблемы с сердцем и сосудами, это КАНСИН, конечно же, безусловно, пластырь для нормализации давления и ВИТАИНТЕЛЕКТ. ВИТАИНТЕЛЕКТ, он хорош для сердца, то есть кроме того, что он работает на восстановление функции нервной системы, он содержит в себе еще коэнзим Q10, который великолепно помогает нашему сердцу нормально работать. То есть, друзья, у вас это должно быть в доме просто для того, чтобы вот вы нормально пережили эти праздники. Все понятно? Тогда идите и заказывайте эти препараты, потому что это ваша защита и это ваше здоровье. Всего доброго, друзья мои. Продолжение следует...